здравствуйте дорогие друзья сегодня мы обсуждаем тестостерон цепианат и тема немного неофициальная тема будет касаться дозировок тестостерона цепианата и всех вытекающих последствий а именно последствий связанных с увеличением побочных эффектов мы еще немножечко проговорим с вами какие-то базисы о тестостероне цепианате но подробнее о побочных эффектах о тех анализах которые нужно сдавать людям на курсе тестостерона цепианата я говорил в базовом видео про тестостерон цепианат соответственно ссылочка на которое будет в конце видео подсказочка базовой заставки а сейчас мы проговорим какие дозировки вообще существуют какие являются медицинскими какими соответственно дозировками пользуются профессиональные спортсмены я вам расскажу коротко о своем клиническом опыте и конечно же исходя из своего клинического опыта я вам скажу какие соответственно дозировки использовать оправданно какие не оправданно ну и вот об этом обо всем поговорим подумаем об исследованиях и подумаем о практическом опыте которые имеются у спортсменов так что наливайте протеинчик стругать и огурчики а мы начинаем тестостерон цепианат и его дозировки договоримся что как в предыдущем видео мы решили мы будем соответственно рассчитывать на соответственно постановку какой-то конкретной дозы раз в неделю ввиду соответственно с достаточно длительным длительным пролонгированным действием этого тестостерона чтобы не возвращаться к этим всем цифрам мы посчитали и договорились что один раз в 7-8 дней тире там в зависимости от различных авторов ну вот его принято ставить кто-то ставит раз в 10 дней те кто ставит раз в 10 дней напишите мне пожалуйста чувствуете ли вы уже какой-то провал потому что очень часто профессиональные спортсмены заверяют меня что они очень ярко ощущают провалы если они ставят тестостерон цепианат раз в 10 дней и так дорогие друзья для нас больше интересны не периоды полувыведения и так далее все это можно посчитать как я уже говорил открывать конкретный препарат вот я думаю что скоро я буду снимать про тестостерон ундекнат этот самый длинный эфир вот и но можно открывать и считать в общем то исходя из справочника для нас больше интересно не как это посчитать да вот потому что этому что тема отдельного выпуска если даже вам это интересно сегодня для нас интересно а сколько повесить граммов да сколько все же колоть потому что данных очень много и все исследования которые проводились официально в среднем это были исследования по дозировкам примерно 250 вот соответственно где-то где-то выходили на 500 но этого уже немного но по 100 человек какие-то исследования мне встречали старые на пап меди это я вот хотел для выпуска их найти я почему-то уже не могу их найти с дозировкой 500 если соответственно вы найдете большие дозировки особенно на пап меди пришлите мне просто действительно это очень крупный сайт не всегда вот так вот когда хочешь можно что-то быстро найти не вот тем не менее что я хочу сказать сто процентов 250 тестостерона в неделю это является медицинской такой нормой или даже раз в 10 дней и принципе все вытекающие из этого последствия то есть такие как там повышение либидо какое-то относительно до нарушение иногда эрективной функции мы соответственно устанавливаем немного устанавливаем количество мышечной массы прибавляется но не критично это сделано для того чтобы человек по своему уровню жизни хотя бы не уходил вниз и очень сильно но надо признать этой дозировки не хватает когда мы говорим не просто о среднем каком-то уровне жизни труда и отдыха ну типа поспали покушали там на работу сходили а мы говорим о людях до которые используют и ко мне чаще всего обращаются уже на курсе тестостерона и они говорят что у нас повышенная умственная активность повышенная физическая активность мы предъявляем к себе какие-то повышенные требования мы занимаемся бизнесом у кого-то активная такая половая жизнь яркая является частью его образа жизни может быть даже но то есть не взять что у него нам любовница даст может быть с одной партнершей но достаточно ярко он к этому предъявляет отдельные требования каждый человек наверное он предъявляет требования к своей жизни но самостоятельно на сегодняшний момент то есть нет такого да как советском союзе что мы сказали всем жить вот одинаково вот и тестостерон естественно в таком случае когда у человека повышенные физические нагрузки в разных самых ипостасях от половой жизни до бизнеса и заканчивая спортом конечно такой дозировки 250 на практике как правило не хватает чтобы чувствовать прогресс опять же люди такие предъявляют к себе какие требования они говорят я не хочу быть просто там иметь норму веса по броку к примеру я не хочу иметь какую-то заплывшую талию если она по броку у меня умещается да ну к примеру есть у вас там маленький животик какой-то даже торчит и в принципе ну вы от этого не умрете же это не смертельно с медицинской точки зрения чисто это наличие там условного пузика оно не является вообще никакой проблемой для многих социальной точки зрения наличия небольшого животика это но все-таки проблема человек предъявляет к себе требования высокой сухости огромное количество моих пациентов выступающие пауэрлифтеры и они безумные требования предъявляют к своему телу в плане силовых показателей хотя не предъявляют соответственно требования в качестве эстетических визуальных видов но как условно если разделим их на бодибилдеров там тяжелоатлетов пауэрлифтеров все предъявляют высокие какие требования к своему телу и дозировок тестостерона к чему я это все говорил не хватает на такие высокие требования и мы упираемся в то что мы должны использовать дозировку в половину грамма в 500 миллиграмм тестостерона вот далее идем в определенный момент такие люди сталкиваются все равно с каким-то потолком потому что человек если мы дальше рассматриваем он начинает накручивать себе какие-либо результаты да в определенный момент область россия мир для него станут маленькими у каждого это зависит от вашего генетического потенциала ну вот мы упремся в то что соответственно такой человек снова будет вынужден повысить дозировку и исходя из вышеперечисленного мы не будем разбирать вот каждые там по 250 по кубику да прибавление там а что будет если 700 поставить а что будет если 1000 поставить а что будет грамм если поставить я сейчас вам расскажу ну соответственно о том когда как вообще точнее повышается дозировки тестостерона как это делать осмысленно вот осмысленно это нужно делать когда вы уверены что от предыдущих дозировок несмотря на то что вы сделали полный скрининг по гормонам полный скрининг будет считаться тот скрининг который указан в моем видео про тестостерон цепионат первая ссылка на которое будет в конце видео вот и вы видите что там все показатели в норме дальше вы ставите себе допустим не 500 тестостерона 750 и предъявленные ваши требования к вашему телу в виде силовых показателей визуальных показателей или каких-либо других показателей меняются в течение ну наверное 40-50 дней не быстрее ну если быстрее замечательно но если вы захотите чтобы за неделю все поменялось это слишком рано надо выждать это время если в течение этого времени допустим дозировки в 750 или даже в грамм вам не хватило это не вопрос к повышению дозировок это вопрос к тому что вы как-то неправильно относитесь к скринингу своего организма где-то вы соответственно допускаете ошибку и дело не в тестостероне не в том что вам нужно дозировки прибавлять и вы даже можете плавно наоборот уйти снова на 500 тестостерона значит в чем смысл смысл в том что иногда действительно человек становится очень большим один из моих сейчас пациентов весит 120 килограмм делает становую 375 килограммов конечно 500 тестостерона ему не хватает чтобы дальше прогрессировать вот поэтому тут все индивидуально тут можно учесть и вес тела и физические особенности генетические особенности огромное количество партерных но если мы говорим о спортсменах действительно в какой-то момент увеличение дозировок оправдано когда оно не оправдано когда вы не можете контролировать гиперкоагуляцию например то есть вы используете антикоагулянты у вас ситуация такова что вы используя большие дозировки антикоагулянтов не можете допустим правильно сконтролировать и уходите либо в гиперкоагуляцию либо в гиперкоагуляцию то есть либо если очень грубо говорить ваша кровь очень густая или она очень жидкая но это я прям очень грубо и неправильно говорю вот значит далее сливать кровь не выход в этой ситуации потому что слив крови полностью меняет ее реологию и может снивелировать ну на нет ваши метаболические достижения в теле если вы работали с метаболизмом если вы выравнивали соответственно там все показатели начиная от d3 и заканчивая я там не знаю железом ферритином то есть вы можете упереться в любую совершенно проблему здесь непредсказуемо чем это закончится вот там снизится ли общий белок у вас или еще что то ну то есть вспомните того же дурчинского который умер от потенциальных сливов вот этих крови экспериментов с переливанием крови и так далее не надо этим заниматься на мой взгляд на сегодняшний день есть огромное количество препаратов которые можно пробовать огромное количество безопасных относительно методик которые можно пробовать лечиться огромное количество специалистов я один такой кто занимается этими вещами и вы можете без слива крови чем-то более нейтральным на мой взгляд соответственно с гиперкоагуляцией бороться вторая проблема с которой сталкиваются некоторые люди это конечно же повышение эстрогена на курсе и здесь на мой взгляд оправданно подбирать для вас антиэстрогены многие используют анострозол но надо понимать что ну рано или поздно к нему может возникнуть резистентность а у многих людей просто не срабатывает анострозол такие генетические особенности сейчас не будем в это вдаваться там есть свои генетические и другие причины почему анострозол может не работать но это не один ингибитор арматаза ингибиторов арматаза очень много вот и они все работают по-разному воздействует на разные рецепторы вот и соответственно дают разные совершенно эффекты поэтому нужно подбирать под себя и ни в коем случае не держать и ни в коем случае не держать высокие дозировки эстрогенов помните что высокие эстрогены это повышенный онкологический риск вот ну длительное пребывание очень длительная на эстрогенах и очень высокие эстрогены поэтому с этим не надо шутить эстрогены не должны быть не очень низкими не очень высокими все должно быть ну там своих референсных значениях в серединочке вот значит далее далее что я вам хочу сказать конечно соответственно нужно следить за балансом перейти на железо сыворочного кому интересно я про это снимал тоже отдельные видео можете посмотреть про железо и анаболические стероиды и так далее целую целую линейку видео там сергей попов очень известный культурист наш был вот но это отдельная тема зачем нужно еще следить какая одна из самых ярких побочек именно на высоких дозировках тестостерона это конечно же дефициты и дефициты здесь могут быть самые разные от магния цинка чего угодно заканчивая пресловутым железом о котором мы говорили и d3 здесь это непредсказуемо может быть у вас соответственно будет дефицит банального калия чего угодно каких-то витаминах микроэлементов это надо проверять смотреть нельзя сказать так петь комплексные витамины или вот пейте вот эти витамины но все-таки лучше здесь искать дефициты вы их поймете найдете они как правило у людей формируются одни и те же на соответственно высоких дозировках тестостерона их надо обязательно закрывать иначе нет никакого смысла работать но он не будет потом работать фармакология длительно высокие дозировки если вы не выявили все дефициты но не будет организм работать дефицитах это та же самая история как с белком если вы не добираете но белка хотя бы один грамм на килограмм тела или вообще его не считаете и там раз в день колбаски поели и думаете что все закрыли ну никак не будет работать тестостерон никак не будет работать качалка вы хоть там объешьтесь сам этими волшебными таблетками из разряда но если вы не наладили базовые какие-то питания но о чем мы с вами тогда говорим здесь вот соответственно еще одна яркая побочка это рост липопротеидов низкой плотности и здесь конечно если дозировка тестостерона от грамма то необходимо использовать статины уже как правило но те люди опять же кто не месяц 23 даже находится да там кто-то на пожизненном курсе будет билдер опять же здесь понятно что вы снова сумму говорим если о высоких дозировках тестостерона то соответственно это люди с какими-то как я уже сказал завышенными требованиями к своему организму и конечно но здесь он еще и длительно будет это там готовится пока он там побьет свой рекорд и так далее пройдет энное количество времени и здесь ну крайне необходимо опускать липопротеиды низкой плотности могут расти еще три глицериды но как правило если вы пьете полезные жиры виде омеги-3 если вы пьете статина именно соответственно вы их пропиваете курсами ну то есть не надо прямо постоянно сидеть выровняли липидный профиль все вы наблюдаете только если уже в край вы используете статина ну то есть если вы видите что там уровень общего холестерина там же за 7 за 8 выходит но на более низких уровнях можно использовать и затем и препарат дозировки 10 миллиграмм вот из тени очень хороший и те люди кто использует ну 500 и 250 строна могут использовать из тени желательно его использовать как соответственно в учебнике всех внутренних болезнях пишут то есть по классике из тени используются с витаминами группы b я назначаю b50 обычно комплекс из тени и мы тянем вот ну не те они на аминокислоту дозировки 250 миллиграмм три раза в день допустим можно если это какой-то средний курс там 500 750 строн не знаю сколько у вас опять же будет но в общем не те они можно плюс минус менять дозировку вот главное принимать его между приемной пищи если речь об обычном тяни не которые в аптеке вот так что вот такие друзья такая история неоднозначная про высокие дозировки повторюсь что если вы не зарабатываете на этом деньги если вы не являетесь профессиональным спортсменом если это не ваш бизнес если вы не ведете какой-то супер тяжелый бизнес который требует от вас невероятных физических усилий они вам ни к чему такие большие дозировки но если вы хотите прогрессировать если вы хотите быть большими если вы это речь о мышечной массе не просто от 100 килограмм если качественная мышечная масса если речь от 95 килограмм дозировки в 250 вам никак не хватит вот такие дорогие друзья соответственно такая вот тема о цепи анате о тестостероне о дозировках пишите обязательно ваши комментарии о чем хотели бы вы в первую очередь еще узнать подписывайтесь на канал ставьте лайки и да пребудет с вами здоровье